Привет всем! Я тут обнаружила, что у меня на канале как-то очень мало видео о сексе. Что даже странно. Поэтому сегодня будет видео о сексе. Хотя оно не совсем о сексе. Оно скорее о том, почему, на мой взгляд, всегда важно понимать дух написанного, а не букву. Скажите, вы когда-нибудь задумывались, почему практически все руководства асексуальной жизни от всяких буддийских учителей прежних лет как будто бы направлены на мужчин? Исключительно на мужчин. Задумывались? Я да, конечно. Ну, наверное, потому что я женщина. Конечно, это довольно просто объяснить тем, что учителя мужчины. И, соответственно, говорят они со своей точки зрения. И, скорее всего, не очень склонны были учитывать другую точку зрения. Да, конечно, учительницы буддизма тоже, скорее всего, говорили со своими последовательницами о сексе. Но говорили они в тёплой домашней компании, и поэтому до нас вообще не дошло, что они там говорили. Но, с другой стороны, я думаю, что есть ещё одна причина. Ну, по крайней мере, я пришла к такому выводу, почитав в том числе какое-то количество исследовательниц, гендерных исследовательниц, исследовательниц буддизма. Видите ли, если даже какая-то учительница собрала своих учениц-мирянок и рассказала им о том, как им вести себя в постели, очень мало шансов, что они смогут это применить. Потому что не они решают, когда и как у них произойдёт секс. Это решают их мужья. И вот именно поэтому, на мой взгляд, все руководства направлены исключительно на узкую прослойку традиционного общества домохозяев. Мужчин, у которых есть статус, у которых есть жены, может быть наложницы, может быть слуги, которые распоряжаются жизнями вот этих всех людей. В чём особенность этого статуса? С одной стороны, домохозяин не может полностью отказаться от секса, потому что он обязан возвести на свет детей, потомство, наследников. Но, с другой стороны, он может принудить к сексу немалое количество людей. По крайней мере, своих жён. Свою жену, может быть, жён, может быть, наложниц. А вообще-то, по факту, и слуг, и других домочадцев, если очень постарается. То есть получается, что это человек, который, с одной стороны, имеет возможность и даже право принуждать к сексу. Но, с другой стороны, никогда не может быть полностью уверен, что секс, который у него происходит с кем-либо, является добровольным. Потому что другой человек может улыбаться, стонать, всячески показывать, как ему приятно, хорошо. Но, на самом деле, вступать в эти отношения исключительно из страха за себя, за своё будущее. Может быть, даже не только за себя, но и за свою семью, детей и так далее. Вот такая неприятная ситуация. И, конечно, такому человеку крайне важно следить за тем, чтобы в его жизни было как можно меньше вот этого вот секса по принуждению. Если он хочет сохранить свою карму, хотя бы плюс-минус чистой. Потому что совсем чистой она всё равно не будет. У него, как минимум, он ответственен за то, что его жёны-наложницы беременеют, выражают детей в боли, иногда даже умирают. И это, конечно, на нём тоже, скорее всего, как-то будет сказываться. Но, тем не менее, он может, по крайней мере, свести элемент принуждения в своей жизни, к минимуму, занимаясь сексом только с теми женщинами, с которыми он обязан заниматься сексом, и только в таком формате, в котором он обязан с ними заниматься. К счастью, сейчас всё совсем не так. И любой человек может быть, ну, скажем так, на 99% уверен, что он может просто вступать в отношения с другим человеком, и они будут добровольными. Потому что жёны могут уходить от мужей, потому что у нас нету рабов и рабынь. Но, тем не менее, считаю ли я, что это каким-то образом относится ко мне тоже? Я пришла к выводу, что да, относится. Каким образом? Ну, вот смотрите, я работаю преподавателем, и будучи достаточно молодой и, ну, честно скажем, привлекательной женщиной, я могу возбудить интерес в своих студентах и студентках. Более того, когда я стою перед ними в аудитории и провожу лекцию, я показываю им самую свою лучшую сторону. Более того, я даже немножечко надеваю маску и превращаюсь в человека более уверенного, более харизматичного, чем я есть на самом деле. Потому что, если я приду без этой маски на урок и буду показывать, что у меня сейчас плохое настроение, вообще как-то не очень то, лекции может и не состояться, ну, или, по крайней мере, всё будет значительно хуже. Поэтому студенты видят на самом деле не меня, а очень тщательно сконструированный образ. И вот, когда мои студенты этот образ видят, они могут в него даже влюбиться. И начать ко мне подкатывать. А потом оказаться в отношениях, в которых они будут находиться в подчинённой позиции, потому что я их преподаватель, я могу очень сильно влиять на их жизнь. К счастью, я не нахожусь в поиске. К счастью, я счастлива в браке, и мне не нужны никакие другие отношения. Но, тем не менее, осознавать вот этот момент и хотя бы, например, не позволять своим студентам питать какие-то насчёт меня иллюзии – это моя ответственность. И я очень буду рада, если вы, дорогие мои зрители, тоже постараетесь подумать в плане вашей сексуальной жизни, насколько вы делаете её экологичной, чистой и без принуждения. Может ли ваш партнёр в любой момент отказать вам в сексе? Не заставляете ли вы своих партнёров влюбляться в некий ваш образ? И потом выяснять, что всё не совсем так, как им казалось. Это довольно важно, и мне кажется, что именно этому мы можем поучиться из несчастной истории домохозяев прежних лет. Ну что ж, надеюсь, я донесла свою мысль. Напоминаю, что сейчас основная движуха, основное общение у меня происходит в моём телеграм-канале «Инак Амона». Ссылочка в описании. Пожалуйста, приходите, буду рада. Там можно общаться на любые темы. И я иногда туда выкладываю дополнительные материалы. Ну что ж, спасибо всем. Пока-пока. Пока-пока.